В эфире новостная программа Арцах. В информационном поле противник продолжает распространять ложные сведения, чтобы посеять панику среди населения. Армия обороны Арцаха выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о массовом скоплении азербайджанских сил вдоль всей линии соприкосновения. Армия обороны Арцаха выполняет все поставленные перед собой задачи в соответствии с заранее утвержденными планами и внимательно следит за всеми передвижениями азербайджанской стороны, заявили в пресс-службе армии обороны. Совете безопасности призвали не распространять дезинформацию и доверять только официальным данным. В пресс-службе армии обороны Арцаха также сообщили, что с 13 на 14 марта существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Оперативно-токсическая ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильной. Спецслужбы Арцаха проверяют слухи о том, что высокопоставленные чиновники якобы вывозят членов своих семей в Армению. Об этом говорится в заявлении службы национальной безопасности Арцаха. Подобные слухи распространились на фоне напряженности, возникшей на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в последние дни. Президент Арцаха Араик Арутюнян поручил службе национальной безопасности республике незамедлительно выяснить их правдивость. Президент также подчеркнул, что любой подобный случай удостоится общественного осуждения и политической ответственности. Если же слухи не подтвердятся, то можно будет констатировать, что подобные заявления преследуют цель расколоть общество, разжечь недетерпимость и внутреннюю вражду, что, мягко говоря, особенно неприемлемо и непонятно в нынешней ситуации, говорится в заявлении. Госминистр Республики Арцах Артак Бегларян встретился вчера с группой перемещенных лиц, выслушал волнующие их проблемы и озабоченности и представил государственную политику по обеспечению жильем. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, он отметил, что соответствующие структуры и особенно армия обороны Арцаха контролируют ситуацию, выполняя необходимые меры, которые иногда не оглашаются. Власти Арцаха используют все возможные рычаги в задействии, также ведут переговоры при поддержке российских миротворческих сил и партнеров в Армении о восстановлении газоснабжения и бесперебойной работы инфраструктуры, заявил госминистр республики. По вопросу восстановления газоснабжения находимся на этапе переговоров. Об этом в беседе с корреспондентом новости Армения заявила пресс-секретарь президента республики Арцах Лусине Аванесян. Она также пояснила, что люди греются с помощью электроэнергии и дров. Ожидаем окончания переговоров, отметила пресс-секретарь. Есть все предпосылки, чтобы не допустить серьезной эскалации в Арцахе. Россия будет делать все для этого, сказал журналистом Сергей Копыркин после церемонии инаугурации нового президента. Российская сторона внимательно следит за обстановкой и будет способствовать, чтобы запущенные ранее процессы урегулирования продолжались, сказал Копыркин. Защитник прав человека республики Армения Кристина Григориан решительно осудила проводимую преступную политику Азербайджана. Она призвала международные организации отреагировать на ситуацию и усилить давление на Азербайджан, чтобы остановить его преступное поведение. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Все это направлено на поддерживание атмосферы страха и запугивания людей, проживающих в Арцахе, с целью выселения армян и этнической чистки Арцаха от коренного населения, написала Кристина Григориан. Вице-спикер Национального собрания Республики Армения Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойвок Лаара. Как сообщает пресс-служба парламента, стороны обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой. Была затронута тема провокации Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха, региональной безопасности, сотрудничества между Арменией и Евросоюз, а также фактов создания искусственных проблем в вопросе восстановления жизненно важных инфраструктур. Тойвок Лаар в своем твиттере написал, что Евросоюз обеспокоен нарушениями режима прекращения огня в последнее время и проблемой газопровода, по которому поставляется газ в Арцах. В такой ситуации Евросоюз более чем когда-либо привержен цели мира и процветания на Южном Кавказе, говорится в сообщении. Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григориан также встретился со специальным представителями по Южному Кавказу Тойвок Лааром. Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам Такуи Тувмасян письменно обратилась к международным партнерам по защите прав человека, обратив их внимание на гуманитарный кризис в Арцахе и на то, что Азербайджан не позволяет восстановить поврежденный газопровод и обеспечить население газом. Об этом она сообщила на заседании комиссии. По ее мнению, если это сохранится и в ближайшее время, в Арцахе наступит энергетический кризис, так как электроэнергия подается в перегруженном режиме и объемы этой производительности не могут быть задействованы длительное время. В ОБСЕ прокомментировали тревожные сигналы об уничтожении Азербайджаном историко-культурного наследия Арцаха, отметив, что всегда придавали большое значение защите и сохранению объектов культурного наследия. Как сообщили из польского представителя ОБСЕ, они поддерживают все соответствующие структуры организации, включая сопредседатели Минской группы в их усилиях по достижению всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном. Армения ответила на переданные Азербайджанам предложения. Как отметили в МИД Армении, для организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора, Ереван обратился к сопредседателю Минской группы ОБСЕ. Ранее глава МИД Азербайджана Джихумбайрамов заявил, что Азербайзан уже передал Армении предложения по нормализации отношений. Документ состоит из пяти пунктов. В спортивно-концертом комплексе имени Карена Домирчана прошло вчера специальное заседание Национального собрания, посвященное приведению к присяге и инаугурации пятого президента Республики Армения Ваакна Хачутыряна, которое провел заместитель председателя Национального собрания Ако Паршакян. В церемонии принимали участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, до сих пор исполнявший обязанности президента-спикера Национального собрания Республики Армения Ален Симонян, министр и президент Республики Арцах Араика Рутинян и другие официальные лица. Продолжается строительство многоквартирного здания на улице Мамикуняна в столице, сообщили в Министерстве градостроительства Республики Арцах. Подрядчиком выступает ООО «Капавор». Строительные работы многоквартирного здания, как и планировалось, будут завершены к апрелю 2024 года, говорится в сообщении. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подуляк сегодня в Твиттер сообщил об организации четвертого тура переговоров с Российской Федерацией. Обсуждения идут в видеорежиме. Киев планирует обсудить гарантии безопасности и вывод российских войск. Состав украинской делегации остается неизменным, отметил советник. Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что четвертый раунд переговоров планируется организовать 14 марта. Компания Мета не допустит публикации в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram с призывом к убийству главы государства. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-президент компании Ник Клег. Ранее Мета-платформ сняла запрет на призывы к насилию против российских военных и президентов России и Белоруссии в Facebook и Instagram. Затем корпорации пояснили, что новая политика будет применяться только на Украине. МИД Китая назвал дезинформацией сведения о том, что Россия якобы запросила у Пекина военную помощь для спецопераций на Украине. Ранее об этом сообщали «Финансист Таймс», «Вашингтон-Пост», «Сосылка» на официальных улиц США. Макрон и Байден договорились об ужесточении санкций против России. Евросоюз также готов ввести новые санкции для продолжения давления на Россию. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью газете «Ля Република». Австралия ввела санкции против 30 российских бизнесменов и членов их семей. Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. Об этом в РИА Новости сообщил один из ее членов, сенатор Башкин, отметив, что Россия не будет больше принимать участие в заседаниях. Миноборона Российской Федерации может взять под контроль крупные населенные пункты Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Хотя в начале спецоперации российский президент давал указание воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов Украины, заявил он. По его словам, российская сторона обладает необходимым потенциалом для проведения спецоперации на Украине, и она не обращалась к другим странам за военной помощью. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в вооруженных силах Российской Федерации не исключают постановки крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации, сообщил Песков. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что сегодня власти организуют эвакуацию мирных жителей по десяти гуманитарным коридорам из Киевской и Луганской областей, в том числе из Мариуполя. Сейчас туда направляются автоколонна с гуманитарным грузом, она выехала еще в субботу, сообщила вице-премьер. Зеленский в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной. МИД Китая потребовала США прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины. Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины может обернуться началом Третьей мировой войны, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в опубликованном в понедельник интервью газете Эль-Паис. Наш эфир подошел к концу. В заключение выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра, 15 марта, на территории республики будет облачно, ожидаются осадки в горных и предгорных районах в виде снега. Ветер северо-восточный, 37 метров в секунду. В отдельных районах возможно усиление до 15-20. Температура воздуха ночью 0, минус 5, днем 1,4 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова